Спорт и фитнес по науке. Только логика и здравый смысл. Друзья, напоминаю вам, что недавно вышел мой гайд на тему мужского здоровья, где собрана вся необходимая информация о том, как можно дольше сохранять свою молодость и хорошую работоспособность. Материал сейчас продается по скидке в 15 долларов. Если брать его вместе с гайдом на тураха по науке, то все это вместе обойдется вам в 22 доллара. Это очень хороший тандем, который позволит вам и форму улучшить, и здоровье тоже. Переходите в наш телеграм-канал и приобретайте эти материалы. Информацию про нашего сегодняшнего героя приходится буквально собирать по крупицам, так как ролики на его канале выходят в лучшем случае раз в месяц, а иногда даже реже. И приходится собирать информацию из других его социальных сетей и тщательно ее мониторить. Так как моим зрителям реально интересно знать, как же гниет на сегодняшний герой. Итак, недавно он выложил у себя в телеграме такое вот фото, на котором отчетливо видно, что он весь покрылся прыщами. Сама форма стала более залитой и видно теперь Гино. И оно даже виднеется через футболку. Представляете, Гино через футболку можно заметить, при том, что и ракурс тут такой, что не всегда его можно будет увидеть. Но, тем не менее, такая вот эстетика сейчас у Смаева. Но что самое интересное, на сегодняшний герой удалил этот вот пост у себя в телеграм-канале. И все по той причине, что зрители захейтили его форму. То, что Смаев сильно зависим от общественного мнения и боится его как огня, это, думаю, и так всем понятно. Он даже контент стал снимать намного меньше после того, как общественность и известные спортсмены стали его критиковать. А тут своя аудитория уже пишет ему далеко не самые лестные комменты. Да еще и эти вот разоблачители, вроде меня и Варгунина, которые показали этого персонажа далеко не в самом лучшем ключе. Вернее говоря, показали его обратную сторону. Показали, что не все так радужно и хорошо, как вам кажется на первый взгляд. Кстати, Смаев очень закомплексован из-за того, что у него появились прыщи. И люди стали писать, собственно, негативные комменты про эти самые прыщи. Реально его очень сильно обсыпало. И Смаев по своей недальноглядности решил купить в аптеке ракутан. Ребята, всем привет. Что хотел сказать, вот вы видите, уже лицо чисто почти, да. Пошел в аптеку, короче, там, ну, поговорил. Я там постоянно спорю с одной аптекаршей. Потому что один раз хотел заказать пептид через аптеку. Она, короче, не знает, что это такое. Я стал ей втирать, она такая говорит. Ну, короче, там мы с ней закусились. Ну, вежливо, все аккуратно, там, без всего такого. Вот, я пришел, он такая говорит, короче, то, что не надо тебе использовать ракутан и его аналоги. Потому что, короче, тоже сильно по печени бьет и все остальное. Лучше вот, типа, крем возьми. Вот я кремом помазал, короче, уже улучшение есть. Начал использовать только вчера. Плюс сейчас еще делаю. Ну, как я это, ну, короче, хожу в лес. Ну, мы за грибами ходим. Вот, часа два-три. То есть, это как, типа, кардио. Это не то, чтобы я его специально делал. Просто, чтобы мне говорят, ты там сдохнешь, не пройдешь. Ну, вот хожу нормально, все в порядке. Данный препарат действительно очень токсичен для печени и для организма в целом. И вызывает немало побочных эффектов. И хорошо, что хоть продавщица адекватная попалась, что смогла отговорить его от всего этого. Смаева настолько задели мои видосы, где я хейтил его рацион, что он решил теперь больше не показывать всю эту вредную еду. Даже в ролике на ютубе все было без банок сгущенки. И в телеграм-канале он публикует такой вот контент и не показывает там наш чудодействующий эликсир в виде банки сгущенки. Да, безусловное питание и то, что он стал использовать мазь. Это все, конечно, повлияло на то, что прыщи ушли или их, по крайней мере, стало меньше. Но саму проблему он вряд ли решил. При таких дозах фармы прыщи могут возникать из-за того, что тестостерон конвертируется в дегидротестостерон за счет действия фермента 5-альфа-редуктаза. Дегидротестостерон имеет очень выраженный эндогенный эффект. И как раз это способствует тому, что наш сегодняшний герой быстро лысеет, покрывается шерстью и прыщами тоже. И то, что он не мониторит свои анализы и не знает, что там с дегидротестостероном, я думаю, это и шоку понятно. Смаев вообще никак не мониторит свое здоровье. В телеграм-канале периодически публикуются анализы его дружков. Но от самого Смаева ничего подобного нет. Он как будто бы боится сам увидеть свои анализы, боится посмотреть на реальное положение дел. Да и у его дружка Сани креатин фосфакеназа повышена в несколько раз. Это из-за слишком частых тренировок на пределе и из-за большого тренировочного объема в целом. Но Смаев в одном из постов написал, что сделал за одну тренировку больше 60 тонн. Не знаю, зачем он делает такие объемы. Такой объем обычно пауэрлифтеры за неделю выполняют. Но он-то на соревнованиях не готовится. Смаев только ставит рекорды в дилдобилдинге. И занимается подъемом весов кривой техники. Кстати, из его компашки он не единственный любитель дилдобилдинга. Его друг Вадим Зорин тоже практикует нечто подобное. Любит ставить зальные рекорды в четверть шишечки с ужасной техникой. Да еще и при этом на низком тестостероне. Что само по себе идиотизм без логики и здравого смысла. Кому нужны такие 103 килограмма, я понять не могу. Зорин при таком уровне тестостерона пробует делать какие-то полуамплитудные подъемы на бицепс с жестким читингом. И увидев подобное, сам Спасоку Коцкий схватится за голову. Не понимаю, зачем вообще делать нечто подобное. Когда у тебя гипогонодизм и возраст за 60. Что ему вообще даст такой подъем? Кроме травм. Я понять не могу. Возьми на 30-40 килограмм меньше и сделай с адекватной техникой. Тебе же не надо на соревнованиях выступать. Тебе же не надо показывать какой-то максимальный результат. И армрестлингом ты не занимаешься. Зачем это все понтовство? Для кого? Не понимаю. И этот вот Зорин трется рядом со Смаевым уже несколько лет. И позиционирует себя как грамотного врача и ученого. И даже пишет о том, что он лично следит за здоровьем нашего сегодняшнего героя. И что у того все в норме. Вот именно из-за таких вот подсосов, которые сами убиваются непонятно зачем. Смаев продолжает тоже катиться в пропасть. И с которой не факт, что сможет выбраться. Один дружок живет за его счет и не работает нигде. Второй за его счет делает себе медийную карьеру и пиарится. И никто не может ему внятно подсказать. По той простой причине, что они сами далеко не самые адекватные люди. Которые еще большую выгоду со всего этого преследуют. Но Андрей с таким подходом даже на больших дозировках фармы умудряется ухудшать свою форму. Растить Гино из-за высокого пролактина. Обрастать прыщами. И что там с внутренними органами сложно себе представить. Если года 2-3 назад его форма была эстетичной и сравнивали с Арнольдом. То теперь это какая-то залитая пролактиновая страдиоловая туша. Которая разваливается от травм. И не может нормально выполнять большинство движений. И при этом он не взывает к логике и здравому смыслу. А взывает только к своему эго. Которое требует, чтобы его постоянно подкармливали. Большими весами. И тем, что становишься сам больше. И совсем на здоровье наплевать. То есть вывод довольно прост. Смаев с каждым моим новым роликом выглядит все хуже и хуже. Да еще и силу теряет. Где же те додики, которые хейтили меня полгода назад. Когда я открыто заявил о том, что у нашего сегодняшнего героя. Имеются задержки в развитии. И имеются проблемы с психикой. Где вы все? В чем же я был неправый? Если он делает все без логики и здравого смысла. И делает все, чтобы ушатать себя. Это разве психически здоровый человек? Думаю, что нет. Если понравился ролик, не забывай ставить ему свою банку сгущенки со смесью. И писать в комментариях. Билл фитнес, да? Мой любимый блогер. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok